Всем привет, с вами Мракаси, это третий выпуск видео о модах для игры World of Tanks. В этом выпуске я хочу показать вам не только полезные моды, которые позволят вам чуточку лучше играть, но и моды, которые сделают игру красивее. Итак, по моему мнению, первый мод довольно полезный, с помощью него вы сможете услышать звуковой сигнал, когда вас засветит. Этот мод полезен тем, что вы не всегда можете увидеть лампочку, а вот раздражающий звуковой сигнал вы точно услышите и сразу начнете активно двигаться, и арта, возможно, по вам не попадет. Автор также сделал несколько звуковых сигналов, можно выбрать даже звуковой сигнал с звездными войнами, а есть звуковой сигнал, который позволяет 10 секунд слышать пипиканье, которое позволяет понять, когда кончится засвет. Мод полезный, но немного раздражающий. Я, возможно, его поставлю. Ставить ли его вам, это уже ваше решение. Давайте перейдем к следующему моду. Второй мод позволяет изменить вид ангара. Теперь ангар выглядит по-новогоднему. Тут есть и елка, и ширма, которую до сих пор не сломали, и лес какой-то, идет снежок, вдалеке, где-то тут был салют, взрывался, вот. Есть тут и какие-то палатки, машины. Очень прикольно выглядит этот ангар в Новый год, я думаю, его можно поставить, он не будет плохо смотреться. К тому же, все сделано очень качественно, и танки на фоне этого ангара выглядят прилично. Вот, например, вы видите, что они не темные, ничего, все нормально выглядит, и нету каких-то глюков. Этот ангар как премиумный, так и обычный. Я лично оставлю этот ангар до Нового года, если, конечно, конца света не будет, и буду на нем выкатывать свои танки. Также вы могли заметить, что у меня в ангаре есть дата, время и день недели. Этот мод, наверное, полезен всем игрокам, потому что часто в игре время идет очень быстро, и не нужно забывать, что кроме игры есть и другие дела. У этого мода также есть калькулятор, поэтому вы можете что-то тут посчитать. И этот мод вы можете скачать в описании. Перехожу к четвертому моду. Четвертый мод изменяет значки на мини-карте. Теперь значки стали более крупнее, из-за чего можно лучше понять, что происходит на мини-карте. Также изменились значки топовых танков. Например, топовая арта выглядит как перечеркнутый квадрат, топовый ТТ выглядит как 4 маленьких ромбика, топовая ПТ выглядит как перевернутый треугольник, зачеркнутый два раза. Ну и так далее. В принципе, этот мод полезен в первую очередь тем, что изменяет размер значков, и можно просто лучше понять, что происходит на мини-карте. А также понять, какие танки проходят с фланга. Пятый очень интересный мод позволяет увидеть направление, откуда у вас стреляли. Этот мод очень полезный, потому что в некоторых ситуациях бывает, что неясно точно, откуда у вас стреляют. И вот с помощью вот такой вот стрелочки вы примерно поймёте это направление, и сможете туда развернуться и показать врага. Правда, тут я уже прям в лобовую, и так ясно откуда стреляют, но бывают ситуации, когда этот мод может чем-то помочь. Итак, последний, шестой мод на сегодня. Этот мод добавляет танцующего оленя в меню загрузки. Конечно, этот мод может показаться кому-то бесполезным или даже глупым, но мне кажется, он немного весёлым. И смотря на этого оленя, когда логинешься, кажется, что вот таких вот оленей, которые танцуют, разводят руками в рандоме дофига, и просто понятно, что требовать от них просто нечего. И на этом всё. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые моды, которые наверняка появятся в игре World of Tanks. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok